что такое мировоззрение мировоззрение ваш взгляд на мир когда вы смолдите на людей на человека на близкого человека на далекого человека на свой народ на другой народ что ты видишь на животных на растения на насекомых на атомы на молекулы что ты видишь это будет зависеть от уровня твоего сознания если ты высоко ты будешь воспринимать вот эту целостность и единство и ты будешь видеть мир глазами любви если твое сознание не так высоко тогда ты будешь видеть мир через призму своего прошлого опыта что ты видишь если ты высоко ты будешь воспринимать вот эту целостность и единство ты будешь видеть мир глазами любви если твое сознание не так высоко тогда ты будешь видеть мир через призму своего прошлого года. Через призму тех идей, которые ты получил, которые были вложены в тебя. Вложены в тебя литературой, кинематографом, воспитанием в школе, воспитанием на улице, воспитанием в семье и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты будешь видеть мир через призму своих самска. И в этом случае зачастую многие из нас смотрят на мир глазами страха, глазами зависти, не глазами любви. Что ты видишь? Теперь в зависимости от того, какое будет наше восприятие мира, такое будет и взаимоотношение с миром. Так мы и будем строить свою социальную и экономическую жизнь. И мы можем, в зависимости от того, какая философия в нас превалирует, мы можем создать рай, и мы можем создать ад. Это целиком и полностью зависит от тех идей, которые главенствуют внутри нашего разума. И очень-очень важна социальная философия, очень-очень важна социальная идеология. Вы слышали фразу? Все, что нужно делать, чтобы зло воздоржествовало, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Если бы не культурировать землю, то эта земля зарастает сорняками. Потому что святое место просто не бывает. Если не будет истинной идеологии, истинной философии, то ее место займет какая-то другая. Если бы не культурировать землю, то эта земля зарастает сорняками. Она исчезает. Культурные растения там не растут. Мелугуманизм — освобождение интеллекта. В интеллекте присутствуют некоторые идеи в нашем индивидуальном разуме и в нашем коллективном интеллекте всей планеты, которые наносят вред индивидуальной жизни и коллективной жизни. Мелугуманизм — освобождение интеллекта. Мелугуманизм — это философия, которая является бальзамом, антидотом, противоядием против вот этих вот вредных идей, которая позволяет нам обнаружить эти вредные идеи, разобраться и убрать их из нашей ментальной сферы. Когда интеллект свободен, мы становимся свободными. Мелугуманизм — это слово, это концепция, которая была введена моим духовным учителем Шришлианом Дамурти в 1982 году. Он сформулировал эту концепцию как нашу социальную философию. Мелугуманизм — новый гуманизм. Что ты видишь? Разум является причиной рабства и причиной освобождения. Вы смотрите на свой народ, на другой народ. Что ты видишь? А если разум будет ведом в правильном направлении, будет ведом правильными идеями, то он приведет нас к освобождению. Вы слышали такую фразу? Разум является причиной рабства и причиной освобождения. Причиной освобождения.